Добрый вечер! Предлагаем подвести итоги дня вместе в студии Яна Аксенова. Коротко о некоторых темах. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В штабе общественной поддержки Алтайского края организовали коллективный просмотр выступления президента. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске. Дополнительные возможности получат семьи, которым положен региональный маткапитал в Алтайском крае. Вопрос обсудили сегодня на 28-й сессии Алтайского краевого ЗАГС Собрания. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В штабе общественной поддержки Алтайского края организовали коллективный просмотр выступления президента, чтобы затем обсудить итоги. В прямом эфире трансляцию смотрели депутаты АКЗС и Барнаульской городской думы, доверенные лица кандидатов президента Владимира Путина, члены общественной палаты Алтайского края. Глава государства в своем послании говорил о стратегических задачах на ближайшие 6 лет. Президент заявил о создании в стране пяти новых национальных проектов. Один из них – нацпроект «Семья». По словам президента региона, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь не менее 75 миллиардов рублей. Кроме того, в России продлят программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также Владимир Путин подчеркнул, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества. Также то, что сейчас уже объявил до этого Владимир Владимирович о выплате врачам в городах малой численности, это, я считаю, очень важные меры. Потому что действительно, врачи сейчас уезжают в более крупные города, девушки, когда планируют беременность, не знают, куда им пойти, к кому обратиться. А сейчас, я думаю, что в этом отношении должны быть приняты большие меры, серьезные меры, которые помогут будущим мамам не бояться, находить квалифицированную помощь, социальную защиту в том числе. В успехе, в будущее. Послание глава государства поблагодарил россиян за солидарность и надежность, а также отметил, сегодня будущее России создают наши войны. Низкий вам поклон, ребята. Мы одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Я верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Обращение президента к федеральному собранию проходило в Москве, в гостином дворе. Там присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона прокомментировал выступление президента. По словам Виктора Томенко, много внимания было уделено повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что очень актуально для Алтайского края. Цитирую, объявленные президентом нацпроекты позволят нашему региону планомерно и поступательно двигаться дальше. Из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку, сказал губернатор. По главному углу ставится жизнь людей, их достаток, благосостояние, безопасность и, конечно, дальнейшее обеспечение суверенитета и независимости всей нашей страны, развития экономики и социальной сферы. Дополнительные возможности получат семьи, которым положен региональный мат-капитал в Алтайском крае. Изменения внесут в региональный закон об этой выплате. Вопрос обсудили сегодня на 28-й сессии Алтайского краевого ЗАГС собрания. Могут потратить наши получатели нашего регионального материала на реконструкцию домов блокированной постройки. Раньше этого мы не могли иметь. Также остаток капитала, который есть материнского капитала, он будет индексироваться. Еще одно дополнение. В законе мат-капитал будут получать только те семьи, чьи дети рождены на территории Алтайского края и имеют гражданство Российской Федерации. Добавлю на сегодня, размер регионального мат-капитала составляет 83 850 рублей. Также депутаты обсудили новые льготы для участников СВО, новый статус педагогического работника в Алтайском крае и другие темы. Более подробный материал смотрите в нашем эфире завтра, а пока продолжаем. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске. На повестке были вопросы переселения из аварийного жилья, содержания дорог, ненадлежащего уличного освещения, защиты жилищных прав детей-сирот и другие. Какие поручения дал Дмитрий Демешин в следующем сюжете. Евгения Бражникова стоит в очереди на получение жилья как ребенок-сирота 8 лет. Девушка признается, почти перестала мечтать о своей квартире. Но когда в стране начали выдавать жилищные сертификаты, появился шанс. Ситуация Евгения осложнялась тем, что на руках уже было судебное решение. Ранее гражданин не мог претендовать на сертификат с таким документом. С 2016 года я сирота. В год у меня не стало отца, в 16 не стала мама. Я до 18 лет воспитывалась у сестры под опекой и в 18 переехала в Барнаул. Поступила в медицинский университет и вот сейчас учусь на шестом курсе. На протяжении всего времени мне приходилось снимать квартиру, а я одна и помощи нет кого ждать. Евгения пришла за помощью к заместителю генерального прокурора России. Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске. Он отметил, в январе обновилось краевое законодательство по жилищным сертификатам. Теперь на них могут претендовать дети-сироты с судебным решением. Девушку услышали и дали поручение профильному ведомству. Весной, если в течение месяца вас обеспечит региональное жилищное управление сертификатами, то поиском жилья начинаете заниматься туда. Мы на контроль поставим этот вопрос. Я в том числе в Москве, я федеральный чиновник, снимать с контроля не буду, пока прокуроры на местах не убедятся, что у вас уже есть приобретенное жилье. На прием к заместителю генпрокурора пришли жители Белоярска. До 1 января в микрорайон Новоалтайска ходили два автобуса по маршруту номер 30. С нового года сменился перевозчик. По словам местных жителей, вместо двух автобусов теперь один, да и тот ходит гораздо реже, часто не по графику. Из-за этого некоторые стали опаздывать на уроки или идут на другую маршрутку. Путь к остановке лежит через железнодорожные пути. Дети вот с этими рюкзаками идут через железнодорожное полотно в школу, потом ждут другой автобус. Это безобразие полнейшее. Такси к нам не ездят по той причине, что у нас нет дорог. Если вот, ну бывает так, что надо вот срочно уехать, вызываешь такси, называешь микрорайон, они говорят, извините, мы к вам не поедем, у вас нет дорог. Дмитрий Демешин выслушал жителей Белоярска и дал поручение главе города. В частности, поручил решить вопрос с плохими дорогами в микрорайоне. Значит, вам месяц на то, чтобы наладить транспортное сообщение и показать людям. Надеюсь, вы меня услышали. Так точно. Но мы маршрут запускаем уже в ближайшие дни. Он будет продолжен. Все сделаем. Вы об этом знали? Вот вам ответ эффективности взаимодействия с вашими людьми. Ирина пришла к заместителю генпрокурора с просьбой поспособствовать в проведению освещения. Вторую набережную улицу, где она живет, в темное время суток подсвечивают только придомовые фонари. Как мать двоих детей, она переживает за их благополучие и волнуется, когда отправляют в школу. У нас на самом деле есть столбы, предназначенные для освещения, но почему-то на них нет ламп и самого освещения. Проблема – провести необходимое, если это нужно, оборудование какое-то и дать нам электричество на улицу. Власти Новоалтайска заверили, что уличное освещение на вторую набережную планируют провести уже в этом году. Дмитрий Демешин взял ситуацию на контроль. Прокурор пойдет с иском, возложение обязанности организовать уличное освещение. Я поставлю Москве на контроль этот опрос и снимать его не буду. Либо пока в августе месяце, как сказал у вас глава, не будет освещения, либо пока не будет возбуждены дела в отношении чиновников, которые не хотят реализовывать свою функцию. Некоторые граждане озвучили проблемы своих населенных пунктов в режиме видеоконференц-связи. Дмитрий Демешин выслушал жителей Барнаула, Новоалтайска, Олейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов. Прокурору Алтайского края Антону Герману поручено провести проверку по всем вопросам и дать им правовую оценку. Яна Аксенова, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. Подготовка к открытию Всемирного фестиваля молодежи продолжается в Сочи. Это одно из самых масштабных молодежных событий в мире. Он стартует уже завтра и пройдет на федеральной территории Сириус. От нашего региона в фестивале примет участие 81 человек. Мой коллега Егор Матаев в эти минуты общается с алтайскими волонтерами. Егор, привет. Тебе слово. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня телеканал Катунь-24 прямо сейчас вещает с главной площади Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сочи. Мы находимся в большом городе молодежи. И именно в эту секунду там на главной сцене 5000 волонтеров со всего мира. Сегодня еще пока, можно сказать, такое техническое небольшое открытие. Проходят все репетиционные моменты и, конечно же, мероприятия для волонтеров. И мы просто не могли сейчас не пообщаться с волонтерами от Алтайского края. Ребята тоже здесь. Это лишь их малая часть, потому как многие уже распределились по разным зонам ответственности и выполняют свой главный функционал. Ребята, привет! Привет! Это очень хорошо, что сегодня мы с вами встретились здесь. Расскажите, какой главный функционал волонтеров на Всемирном фестивале? Помогать во всем, во всей организации и, конечно, создавать настроение. Мы работаем на всех объектах. У нас волонтеры работают и с иностранными участниками, и с российскими участниками. Помогают в аккредитации, помогают в церемониях. То есть мы делаем абсолютно все. Это замечательно. А все-таки, все-таки, сколько вас человек? Какая делегация волонтеров от Алтайского края? У нас 23 волонтера от Алтайского края. Всего волонтеров у нас 5 тысяч. Это очень хорошо. Ну вообще, что, ребят, ждете от фестиваля? Так, несколько тезисов. Новые знакомства. Новые знакомства. Только позитива и улыбок. И отлично. Еще. Мы очень надеемся, что у нас получится создать самую лучшую, самую дружелюбную, приятную атмосферу для всех наших гостей, для волонтеров. И это будет прекрасное событие. Да, мы тоже надеемся, что это будет прекрасное и замечательное событие. Но я думаю, многие уже заметили, что у нас сегодня здесь есть молодой человек, который прям в Малине весь фестиваль, наверное, будет проводить. Это хорошо. Расскажи, как настроение? Настроение отличное. После 8-часовой смены и волонтеры, друзья заряжают. И я думаю, что 1-го по 7-го марта мы отлично встретим и проведем время. Супер. Ребята, спасибо большое. Давайте передадим большой привет всем телезрителям. Пошумим. Коллеги, ну к этому часу у меня все. Следите за новостями. Спасибо. Егор, спасибо. Продуктивной вам работы. Отличной погоды. Увидимся в эфире. И продолжаем. В Алтайском крае поддерживают молодежный бизнес. По итогам прошлого года в регионе гранты на общую сумму более 23 миллионов рублей получили 49 алтайских предпринимателей. Максимальный размер гранта 500 тысяч рублей. С некоторыми начинающими бизнесменами познакомились мои коллеги. Чаще всего гранты получают проекты, связанные с приготовлением еды, одеждой, изготовлением мебели, здоровьем, спортом, а также социальными услугами. Татьяна Казанина долгое время работала флористом. Эта работа так вдохновила девушку, что однажды она задумалась об открытии собственного салона цветов. Мой пост становления, наверное, в виде предпринимателя начался с того, что я проходила обучение в мой бизнес, где помогли узнать некие нюансы поведения у бизнеса, какие-то риски или, наоборот, то, с чего нужно начать. После бизнес-обучения Татьяна подала заявку на молодежный грант. На полученные средства она сняла помещение, закупила оборудование и материалы для букетов. Из оборудования сейчас у нас устанавливается холодильник. Также приедет сплит-система. Ребята начнут ее устанавливать. Технический материал также уже присутствует. Свой бизнес также открыла и кондитер Ольга Миниахметова. Так же, как и Татьяна, она прошла обучение и подала заявку на получение гранта. Пока что Ольга печет торты на заказ, но в скором времени она запустит свою кондитерскую. В первую очередь я начала гуглить, как найти денег. Сначала какие-то кредитные программы рассматривала. Затем нашла как раз-таки фонд МСП и там увидела, что есть такая программа «Молодежный грант». Это было в прошлом году, летом. Там прошло обучение. Вот это было необходимое условие для получения молодежного гранта. Пока продукция только на заказ, но затем будет открыта офлайн-точка продажи, в которой можно будет прийти, купить кофе, десерты на вынос. Молодежное предпринимательство поддерживают не только грантами. Существует несколько программ господдержки малого и среднего бизнеса. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы самозанятые могут получить услуги по продвижению бизнеса, пройти обучение по маркетингу, маркетплейсам и нейросетям, получить помощь в построении финансовой стратегии своего бизнеса, а затем и масштабировать его. В прошлом году более 7 тысяч жителей края, начинающие и действующие предприниматели, проконсультировались в центре «Мой бизнес». Чаще всего их интересовали ведение бизнеса, маркетинг, регистрация товарного знака и размещение товаров на маркетплейсах. Глеб Полянский, Марина Семичева, Сергей Балуев. Новости. 17-я зимняя зерновая конференция стартовала сегодня в Белокурихе. На аграрный форум съехались более 260 участников из России, Казахстана и Китая. С нами на связи наш корреспондент, автор программы «Хлебный край» Римма Минина. Римма, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, коллеги. Сегодня утром в Белокурихе начала работу очередная зимняя зерновая конференция. Она, как обычно, собрала звездный состав экспертов, в их числе Дмитрий Рылько, Владимир Петриченко, Виталий Смирнов. И неудивительно, что в зале сегодня аншлаг. Участники конференции рассчитывают получить ответы на самые животрепечущие вопросы, которые их сегодня волнуют. Сегодня рядом со мной находится президент Союза зерноперереработчиков Алтая Валерий Гачман. Валерий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Владимирович, ваше общественное объединение проводит уже в 17-й раз зимнюю зерновую конференцию. Какие острые темы сегодня будут в повестке этого форума? Самый главный вопрос каждого из наших форумов, это, конечно же, достойная цена и рынки сбыта продукции полеводства. Эта конференция не исключение, но специфика текущего года в том, что Российская Федерация уже два года собирает рекордный в своей истории, в современной истории урожай. И мы видим, что первые прогнозы предстоящего урожая тоже рекордные. Рекордный урожай и рекордные переходящие остатки вот сегодня главная проблема, которую необходимо решить и аграриям, и власти. Благодарю. Коллеги, передаю слово в студию. Прямо спасибо. Будем ждать материалы для следующих выпусков. А я на этом прощаюсь. С вами была Яна Аксенова. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а также в группах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok